друзья здравствуйте еще раз праздником 7 января Рождество и мы снова вместе значит это будет вторая серия потому что случай уникален настолько уникален что я его делаю отдельно фильмом напомню о чем шла речь об следующем вот это персик Хасанский в Украине специально говорю в Украине чтобы не обижать украинских братьев-земляков посмотрели на него а дело было так когда он это прислал он не сказал подробности он просто прислал фотографию все я смотрю это же мое родное и тогда я задал ему вопрос а что же это значит больно они напоминают мои железовские тут выясняется вот такой мост выстроился это все было первой серии подробно и доказательно и так от Железова попала Чернобаева от Чернобаева попала Малькова от Малькова попала в Украину в Запорожскую область из Запорожской области в Сумскую область приходит фотография у меня железа круг замкнулся все доказательно бесповоротно убедительно и продолжаем пусть это будет и так что я от него получаю еще дополнитель вот эту фотографию как я их узнал свою родную вот эту фотографию вот эту фотографию вот и вот эту фотографию здесь написано в килограмме 790 кончик Хасанск вы представляете какими темпами будет расходиться персик Хасанский есть два пути первый из них вот он я должен об этом сказать громко вслух мне нет другого выхода смотрите внимательно пропавшая посылка вот из Брянска это Брянске косочки идут ко мне на реализацию от меня попали в Брянск железовские персики сеянцевые из Брянска возвращаются ко мне вот 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 часть из них один путь и две недели полное невидение нервотрепка отравленный Новый год и вдруг так она все-таки уже двинулась с места Брянска в Москву с Москохимки будем этому радоваться но второй то путь то он теперь украинский как меня ребята долбили если бы узнали так как мне попасть туда проверяем запись идет идет так и теперь мы и попадаем опять в WhatsApp и продолжаем теперь вот эти косточки вы представляете Украина это если бы мой друг украинский сумской житель бы имел возможность он бы мог не то что разбогатеть нормально жить продавайте косточки ведь мы из Мизинова наши косточки я подчеркиваю наши были моими стали вот теперь они вернулись ко мне возвращаются наши по сторонам лекарства он бы мог на них заработать но там нет такой раскрутки вы же понимаете и опять же помните я на зуб пальцы загибал Крым Николаевская область Николаевская область Николаевская область Одесская область Крымская область Персики и так растут Да эти супер морозостойки и он предлагает их использовать как подвойные а я говорю ребята сейчас в Москве объявили прогноз Москва сегодня 35 минус уже посреди 45 минус уже на востоке 35 минус уже среди Вот а если к вам придет то есть можно использовать их и как подвойные подвойные так он управлял окружок а можно быть и только а можно как они собственно а что вы думаете Ну в Украине или там на Украине у всех они есть в каждом дворе ошибаетесь и вот что получается мы сейчас с вами будем знакомиться с уникальным садоводом дальше Почему он вдруг решил не скрывать ничего я говорю побольше это самая обстановка такая вот дружба с русским украинцем я я не знаю кто чистая национальность Это летят Вот у меня российские но происхождение я с Украины родом вот и вот так же можем ли мы общаться не озираясь ни на что что это самое кто-то нас сочтет тем угодно кто националистом кто предателем вот мы садоводы слушаем моего друга нового друга которого я вчера не знал а сегодня бог мне послал подарок эти фотографии и эту информацию и дружбу с уникальным чехом слушаем Это первое плодоношение Хасанца тогда я еще был уверен что это единственном экземпляре персик Малькова Так ребята я останавливаюсь запомните чтобы не было путаницы среди нас попадаются люди я не про автора этого письма а про Малькова значит не персик Малькова а персик полученный от Малькова полученный Мальков передачное звено в данном случае В 19-м году потом устанавливая именно откуда пошел сорт я узнал и о Бродском и о вас и о южном дублирующем саде Чернобаева Эти фотографии выпросил у меня Мальков я ему подарил он разместил у себя на сайте у нас говорит так они не окрашиваются но в этом году как вы видите я вам сейчас скину еще ролик я снял фильм они окрасились очень хорошо Внимание Внимание Приветствую садоводу 14 сентября 22 года село Волковцы Украина сад СВ персик Хасанский он же персик Малькова который адаптировался на Урале Повторяю это персик не Малькова это персик полученный от Малькова вот и продолжаем созревает с опозданием на две недели Персики Персики Созрели Видим После Дождика Були Много персиков На земле Сейчас мы их собираем Где целенькие четкие персики Пускаем Переработку На Варенье Косточка Идет На Подвой Косточка Очень маленькая Это Уже знаем Видели Хорошо Она Прорастает Подвой Низкорослый Долговечный Ближайший Родственник Дикий персик Культурному Персику Прививки Все Удаются И Долговечны Этот Хасанец Привитый На Маньчжурский Подвой Те Которые Были Кривиты На Жердель Абрикос Созрели На Неделю Раньше Покажу Также Другие Сорта Персика Дичка Которые Оставляем На Косточку Так Ребята Останавливаю Объясняю Почему Объясняю Почему Значит Сегодня узкая специализация Персик Хасанский Вот Посмотрели Часть фильма Дальше мы Увидели Смотрите Килограмм Сколько он там написал 790 Вошло Полюбовались Вы поняли Какие перспективы Если Там За несколько лет Первый урожай Вот такой урожай И не только у него Вспомним Башкирию Вспомним Подмосковье Вспомним Брятск И еще Несколько десятков случаев А если Как Превратиться В дерево Ну Давайте Теперь Наша Голосовая Переписка Ага Фамилия Салей Валерий Александрович Сумская Область Город Ромны Или Роменский Район Сад Находится Село Волковцы Так что Приятно будет услышать и фамилию и имя и отчество А еще один момент хотел вам сказать Эх Тоже Два или три года назад Один парень любителей сумм Лично у вас выписал Вы отослали ему косточки Хасанского Но Еще у него он не плодоносил Вот так Имя его Рома Фамилия не помню Свяжусь с ним Если интересно Сообщу вам Интересно Сейчас Многих фермеров На Украине Заинтересовал Семенной подвой Для персика Именно первое условие Для интенсивных садов Это низкорослость Маньчжурский Он хороший Но он высокорослый Его постоянно надо Резать Гонит Сила роста Побеги Это Все Проблематично Для фермера Именно Низкорослость Уплотненность На гектар Это Я вижу Именно Как в подвое В Хасанском Персике Вот Совсем Недавно Одному фермеру Я 3 Килограмма Этого Этой косточки Подвоя Организовал На испытание Лично У меня Заокулированные Сортовые Персики На этом Подвое Но еще Рожая не было Вот Интересно Как Поведет себя Культурный Персик Заокулированный На Хасанском Какие Будут Плоды Какая Высота Именно Дерево Сортового Будет Ну и по вкусу Естественно Как вы думаете Дело в том Что Я как Привык Что Не привык А Приучил Мальдюрским апрекосам И китайским сливам Персик Так Китайские сливы Более Ну назовем их Более Компактные На подвое То есть Как Компактные Значит И Компактность Персику Хасанскому Сейчас Передали 35 Градусные Морозы Это Уже В середине России Сейчас Это же Ждет Москву Подмосковье Вы представляете Где там будут Потери Так Вот Тихий ужас Исходя из этого Я считаю Что когда-то Персиковый Подвой Какой бы он ни был Морозостойкий В том числе Хасанский Может Не выдержать И он естественно Уступает Подвоем Манджурского абрикоса Тут такой момент Он очень Важный И даже Интимный Только В моем саду Добыта 100% Биологическая Местимость Моих Хасанских Персиков Моих 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 А Кстати Манджурский Я никогда Не привал С моими Абрикосами И сливами Так И теперь Получается Отсюда Моих Неукрытые Даже Догонку Я могу Догонку Еще Показывать На экране Вот эти Косточки Слова В килограмме 790 Косточек Вот Это все Показать И Озвучить Ваше Звуковое письмо То есть Где вы рассказываете Свои данные А надо ли Еще раз Подумайте Время Какое-то Злое Я Должен был Снимать С компьютера Так Ну тогда Видно было бы И ваш телефон И телефон Еще раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12 человек Которые Слева Телефон Я поэтому Пускай все похуже Но снимал камеры С экрана Для того Чтобы На экран не попало Лишнее Например Вот эти же телефоны Настолько Я Аккуратен И Настолько Я Осторожен Подумайте Еще раз Надо ли Озвучивать Если нет Значит Этот фильм выйдет Но Брат возьмет И ваши Эти слова Фамилии И адрес Он просто уберет Ну как-то Замлет Вот Поэтому давайте Я жду окончательно Ваш ответ Потому что Вы сказали еще Вдобавок Еще Какие-то данные Я хочу сделать Вторую серию Валерий Константинович Я вне политики Я занимаюсь Садоводством Для меня Это На первом месте Значит Вы Можете О садоводстве Фамилии И все На ваше усмотрение Озвучивать Или не озвучивать Я же говорю Что Мне будет приятно Услышать К примеру И Даже В том плане Я Вижу Перспективу Хасанского Персика Именно На Украине Как Подвой Для На слух Трудно Было Понять Адрес И Фамилии Будьте Добры Напишите Цифры Я Сегодня Уже Может Устал В каждом случае Завтра Я сниму Вторую серию Вот И Может быть Сейчас Я вам Ну Очень скоро Брат Когда обработает Таким вам Мое Значит Вы увидите Как выглядит Первая серия Так Вот И Тогда Вторую серию Она будет снята Довольно быстро Так Переговоры Закончены Итак Оглашаю Я Салей Валерий Александрович Сурская область Город Ромный Так Еще Парень из Сумской Иван Ющенко Иван Ющенко Роман Вы с ним Контактируйте В фейсбуке Вот Его Сеянцем Из ваших костей Три года На четвертый Ждет урожай То есть видите На Украине Уже побольше народу Обязательно сравним Своими Все Закончилась Вторая серия Вот Надеюсь Будем дружить Я специально Подчеркиваю Мне иногда Страшно становится Не подставляю Я украинских Друзей Земляков Вот страшно И все Вот Поэтому Чтоб вы знали Я Русский украинец Я люблю Россию Я люблю Украину Вот И попробуйте Теперь сказать Признаться К чему-нибудь Я Садовод Моя Задача Задача Моления Сэндвича Чего раз Вы слышали Расширить Познание Вот Наблюдать Помните его слова Три килограмма Выслал кому-то Косточек Персика Вот это Наша задача Я надеюсь Что Мы останемся Как сказать Мы останемся На едином Я политики В едином Саду Почему В едином саду Мы превратим Россию Украину В один сплошной сад Это нам дано Нам с Салием Валерием Александровичем Нам это дано Слышали все До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания